Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов продолжает поездку по региону. Он уже посетил Надымский, Пуровский и Тазовский районы. В Карачаево он осмотрел здание нового спортивного комплекса. Также замруководителя округа оценил темпы строительства жилья по программе переселения и побывал на будущих очистных сооружениях. Подробнее об этом наш следующий сюжет. Сроки ввода в эксплуатацию первой очереди канализационно-очистных сооружений в Карачаево сдвинулись больше, чем на год. Косы жизненно необходимы району. Ввод нового жилья и объектов социальной сферы увеличит объем стоков. Их надо где-то очищать. Но пока генеральный подрядчик не готов передать очистные в пользование. Причина затянувшейся строительной эпопеи – в отсутствие благоустройства на территории объекта. Проблему нужно решать. Положительные недомники никакой здесь не наблюдается. Обещанное благоустройство не выполнено. Уже третий сезон. Соответственно, речь идет о том, посмотреть возможность привлечения в рамках существующего договора, как вы посмотрите, в другой новый путь. Наши предмогащие, как вы говорили, объекты будут приниматься в эксплуатацию стороной, условно говоря, в данном случае, водоканала. Посмотреть вариант привлечения в качестве подрядчика непосредственно исполнения со стороны водоканала, прочитать денежную составляющую. Серьезному анализу подверглась и ситуация на спортивно-оздоровительном комплексе. На объекте полным ходом идут отделочные работы. До завершения остаются считанные дни. Уже к началу ноября подрядчику необходимо начать монтаж оборудования. Девавшие укомплектованы, значит, гардеробные собираются. Спортивное оборудование начнет подходить со следующей недели. Налоги по графику до конца октября, начало ноября. Работы на самом деле здесь очень много. То, что заявляет подрядчик, 12 дней до окончания. На самом деле очень надо постараться, чтобы в эти сроки уложиться. Еще оборудование нужно расставить, вымыть все это. А здесь отработать исполнительную документацию. Контролирующие органы здесь, страны муниципалитета и округа присутствуют. На пульсе руку держат. Я думаю, что с тем сроком и задачей, и от торжественного открытия мы справимся. Из разряда добрых новостей для жителей района Карачаева стало заявление заместителя губернатора о возобновлении строительства детских садов в районе. К сожалению, возведение одного из них на 240 мест заморожено уже на протяжении двух лет. Решение по садику есть, и могу Карачаевцев обрадовать, что решение есть и по второму садику, который в районе Патакова. Оба садика в настоящее время проводятся документально, документы проводятся. И если говорить о садике, препарат всеразвития, он изъят уже изведение этой структуры. И сейчас оформляется документ, заключение в адрес инвестиционной программы. Сразу после встречи на спортивно-оздоровительном комплексе заместитель губернатора отправился в поселок Уренгой. Кстати, по обновленной понтонной переправе. Павел Прожогин, Татьяна Стофеева, Гарник Маргарян, Служба новостей, Импульс.